Следующий тренд это постоянный тона, я только что о нем говорила. И то, что я люблю этот тренд, то, что даже в холодную какую-то погоду, когда все довольно мрачное, можно как-то выглядеть свежим, подевичьи. Есть какие-то карамельные цвета, какие-то здесь стирные такие цвета, не только цвета, а также текстуры, потому что я очень люблю кружево и шелк. Начну я, наверное, с блузок, потому что это самая легкая. Одна из них на мне, она на самом деле полностью прозрачная, под низ я одеваю ливнее белье, и поэтому она выглядит как обыкновенная блузка с таким вот прозрачным элементом. Вот, одна из таких вот блузочек вот такая вот, не знаю, сейчас отсвечивает у меня, то есть здесь полупрозрачная, здесь уже ткань идет более плотная, и что мне очень нравится, что здесь завязывается вот такой вот бант, и это выглядит так очень-очень романтично. Я, как правило, тогда еще делаю себе такие яркие губы, вот эту вот блузу, и довольно часто ношу еще вот этот вот жакет-макет с этой блузой, поэтому очень-очень мне нравится, но тоже ношу не первый год. Следующее, что я вам покажу, это будет плоско-шелковая, тоже вот такой вот зефирно-мармеладный цвет, уже более темный чем-то, и я люблю, я довольно редко ношу, наверное, там просто как плоско, я всегда люблю сверху чуть что-нибудь одевать, делать какую-нибудь композицию из более тяжелых материалов и легких. Неплохо смотрится, и она, кстати, из H&M, в премьер-мармеладный тоже выпускает шелк, поэтому меня это очень радует, что за вот эту демократичную цену можно купить еще шелковые вещи. Жакет тоже вот такого пастельного цвета, голубоватого, хотя здесь на самом деле, как называется, это материал на французском, то есть то, что здесь вмешано несколько цветов, потому что здесь на самом деле и желтый, и голубой, и розовый, и все возможное, но все-таки преобладает больше голубой, потому что здесь голубая подкладка, тесьма и оборочки. Два кармана, очень часто, когда на мне везут жакеты, сразу у меня эта жакета от Шанель, нет, это не Шанель, это какая, я люблю очень этот магазин, и очень по нему грущу, потому что в Германии его, к сожалению, нет, поэтому всегда вот в ожидании, когда я смогу куда-нибудь поехать и зайти в этот магазин. Этому жакету тоже очень-очень много лет, носила я его еще купила, я была школьницей, старшей класса. Освежает поверх, не знаю, какой-нибудь даже топа светлого или блузы, смотрится очень даже неплохо, или даже платье, которое поверх, можно вот одеть такой жакет, и сразу же вы будете выглядеть очень свежим. Ну и к пастельному, наверное, тренду я еще отнесу верхнюю надежду, такое вот пальто, оно светло-серое, поэтому как бы это были бы и базовый нейтральный цвет, но с другой стороны он все-таки светлый, и можно отнести к пастельному, потому что как раз вот этими вот пастельными джинсами очень классно смотрится, и вообще это пальто мне очень нравится, оно шерстяное, я вообще люблю, чтобы было шерстяное, такие вот пуговки, и такой круглый воротничок, напоминает мне, как такие 60-е годы, завышенная талья, и здесь вот так вот это смотрится. Лицо освежает, не знаю, я ношу также какой-нибудь светлой сумкой, и даже в дождливые дни, серые дни, выслушаетесь как-то более свежо, можно обыграть также каким-нибудь интересным шарфом. Следующий тренд это будет черный цвет, ну черный цвет будем каждую осень и зиму, в этот году преобладает больше такой стиль вампиров, как его называют, потому что Twilight, по-моему, на всех подействовала, и по-моему, и в какие-то другие фильмы. Поэтому это больше какой-то графская какая-то нота, смешанная с чем-то мрачным, что-то такое. Я вам покажу вот такую, опять же, вы видите, она здесь прозрачная, то есть это шерсть, теплая шерсть, тонкая, и здесь вот такие вот элементы, то есть это действительно прозрачная все, вот такая вот сеточка, и также рукава, вы помните, так же. Снова же я одеваю, конечно, под низ, нежнее перье, чтобы ничего не просвечивалось, и просвечиваются тогда только рукава. Смотрится это тоже очень красиво, здесь вязывается вот такой вот бантик, и ношу я это с черными джинсами, с какой-нибудь косухой, и здесь вот такой вот заклепка у меня есть, браслет, и ю, такой вот интересный образ. Хочу показать вам вот такой вот жакет, очень интересный жакет, потому что в нем присутствует вот что-то такое гусарское. Видите, здесь такие вот пуговицы, очень такие с камушками, которые, человеку сейчас я приближу, можете показать вообще детали. Здесь вот так вот и точено серебро, эти пуговки в длину, и очень интересный ворот. Вы уже видели, я уже, наверное, делала в нем также видео. Смотрится очень красиво, интересно, не знаю, мне лично этот стиль тоже очень нравится. Посмотрите, как здесь делают вообще карманы, то есть такой вот гармошкой. Здесь все продумано до деталей. Вообще, это от PPGIN, у них, кстати, жакеты очень мне нравятся, и я обычно, если что-то хочу купить, то покупаю, конечно же, на скидках, и очень-очень довольна, потому что хорошо носятся, с вами уже хорошее качество. Начну я с обещанного жакета, это более обыскала куриная лапка, потому что она более мелкая, и вот такие вот здесь рукава-фонарики. Снова же шерсть, это тепло, это можно надеть вместо куртки в раннюю осень, и также зимой сверху куриную бузы, и тогда уже сверхние одежды. Мне нравится, что, кстати, здесь подкладка красного цвета, и уже догадались, что я, конечно же, тогда считаю, что, в общем, вот такого черно-белая мелкая клетка или вот такая вот рябь смотрится очень хорошо с красными вещами, не беря здесь подкладка, где она красная. Следующее платье, это уже будет бусина ламка, потому что она крупная. Я думаю, что его уже многие вас видели, у меня есть даже аутфит, слабо, у него, если что, я где-то здесь даже вставлю ссылку, и здесь мне нравится, и вы можете здесь завязать как бант, вы можете это как какую-нибудь композицию делать, у вас будет как шарф, в общем-то, вариантов-то более чем предостаточно, и здесь вот такой вот идет градент, вот цвет, даже не цвет, такой-то вот голубо-серый пыльный, к такому вот фиолетовому. Снова же это шерсть, и я одеваю как и зимой, так и осенью, мне нравятся цвета, это даже цвета, которые мне подходят, потому что это холодное, все, что вот голубое, синее, зереневое, мне как холодного цвета типа очень подходит, так что... Что ж, на этом будет все, надеюсь, что видео вам понравилось, если да, то ставьте пальчики вверх, подписывайтесь на мой канал, если вы этого еще не сделали, смотрите также, если возможно, и видео, аутфиты, и все же на осенние какие-нибудь видео, которые я оставлю здесь повсюду, и говорю вам до следующей встречи, всем пока!